И она просто закричала и заплакала, что «ну мы не можем забеременеть, ну не можем». Ему не нужен был ребёнок, он был нужен мне. Странно звучит, но выбирали, да, между кредитом на квартиру и ЭКО. В один из приёмов он говорит «ты бесплодна». Кто-то не хочет детей, а кто-то хочет, пробует и годами не получается. Карина, ты у нас из тех, кто не хочет детей. А почему с меня начинаете? Ну а как? Можем с меня начать, я не хочу детей, но уже поздно. Ты не хочешь детей, да? Да, я пока не хочу детей. Ну не вижу в этом смысла для себя, то есть и вот даже сейчас я в отношениях. Мы оговаривали это с партнёром, что на данном этапе я пока не хочу детей. Подожди, можно я спрошу, сколько тебе лет? Мне не нравится, сколько тебе лет. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ну так уже часики-то тикают. Карина, о чём ты думаешь? О самом прекрасном в своём жизни, вообще о путешествиях, о развитии, о карьере, о работе, о чудесных отношениях и так далее. Вообще много о чём я думаю. Тебя бесит, когда задают тебе такой вопрос? Слушай, на самом деле я, наверное, тот счастливчик, которому не задают этих вопросов, кроме этой студии. Нет, ну я шучу, шучу. Когда я была первый раз замужем, такие вопросы были. Они были так, знаете, типа мельком, типа вот мы бы хотели стать дедушкой-бабушкой, там что-то там. Ну напрягало, ну напрягало, правда, потому что, ну вот если я не хочу, у меня планы на развитие карьеры. Я тогда работала в очень серьёзной компании, и у меня были мысли о том, что, боже, я хочу туда, я хочу сюда, мне вот этого хочется. У меня там путешествия, какие-то переговоры, клиенты, мировые бренды там и так далее. Ну а мне тут про детей говорят, ну сорян. Ну а я же человек такой резкий достаточно, это сейчас я уже так могу экологично ответить. А тогда я отвечала не экологично, скажем так. А что ты отвечала? Ну я говорила, ну не то чтобы там отъебитесь от меня, но в целом, что это моя жизнь, мои правила, когда захочу, тогда и будет. Собственно, их разрешение мне на это не нужно. А ты резко отвечала, потому что это тебя нервировало, и ты хотела пресечь. Почему? Я юмором отделывалась, я всегда отшучивалась. Ну вот видишь, ты старалась как-то более экологично, иногда до людей не доходят. Может быть, поэтому тебе столько вопросов до сих пор задают, сто процентов. Ну вот, а когда ты один расскажешь, ну вот всё. То есть ты очерчила, ну как бы я постаралась очертить личные границы таким образом, чтобы больше вопросов не было. Я же когда готовилась к передаче, я задала своим подписчикам в инстаграме этот вопрос. Боже, девочки, мне не так много подписчиков, но сколько мне написали этих писем слёзных, я просто реально читала и до слёз. Потому что одни не хотят детей, ну реально вот, ну они ещё не хотят пока. Она может иметь детей, она приходит к врачу, врач ей тоже начинает задавать вопросы, все вокруг начинают. Одна история была такая, что девушка 7 лет не может забеременеть, они уже браки, она 7 лет не может реально забеременеть, а её постоянно родственники в посиделках, застольях там начинают. И в один момент она встала и просто закричала, вот сидит целый стол вот этих родственников, которые начинают задавать этот вопрос. И она просто закричала и заплакала, что ну мы не можем забеременеть, ну не можем. И ушла, расплакалась. О боже, у меня аж мурашки, это ужасно. Ну почему люди решают, что им можно задавать эти вопросы, лезть в эту личную жизнь, задавать вот такие вот чувствительные вопросы. Ты же не знаешь на самом деле, как там ситуации разные бывают. Вот кто-то не хочет пока что иметь детей, кто-то не может иметь детей. Вопрос вот этому сообществу, которое задаёт вопросы, ну у меня всегда такой вопрос встречный им. Вам реально своя жизнь неинтересна, что вы лезете в жизнь другого человека? Приоритет жизни другого человека становится выше, чем твой собственный. Это что ж тогда у тебя там происходит, что ты туда даже смотреть не хочешь? А ещё есть такая же потребность, давайте не будем скрывать, есть люди, которые просто любят делать больно и иногда даже кайфуют от этого. Да, что вот я довела там кого-нибудь и там сижу радуюсь от того, что вот хорошо получилось. Понимаете? То есть вот и такие же истории тоже есть. Ой, это вообще страшно, что ты вот это говоришь, это есть. Но это на самом деле стремно. Ну, наши родственников не выбирают. Ну, родственников не выбирают. Но каждый человек имеет право, собственно, ограничить вот эту степень общения. Бывает такое, вот мне тоже написали такую историю, что мама там, бабушка задают вопрос, ну, мы бы уже хотели понянчиться и так далее, но, блин, нам же воспитывать этого ребёнка, да? Мы когда захотим, тогда у нас и будет ребёнок. Что значит, ты хочешь понянчиться, бабушка или там, или мама? Просто представьте себе схему, да, то есть бабушки, дедушки говорят про свои потребности, которые хотят, чтобы закрыли вообще другие люди. Ну, то есть это вообще, ну, финиш, на мой взгляд, да? То есть, ребят, если вы хотите понянчиться, ну, заведите себе пёсика-собачку, да, там, или котика, или за мышку. Не, ну, пёсик это не то. Ну, надо же вот уау-уа на часик и доведение. Так, а ты знаешь, вы знаешь, не соглашусь с тобой вот с этой историей, да, потому что вот если люди так хотят понянчиться, то у меня вопрос, возможно, у них есть какие-то моментики в сексуальной жизни, что им нужен кто-то, с кем понянчиться. То есть здесь очень много психологии, да, то есть я думаю, что мои коллеги-психологи меня здесь поддержат. Когда человек пытается, так сказать, всю эту любовь отдать какому-то маленькому существу, да, то есть имейте в виду, я имею в виду существу, сейчас меня опять заговнярят. Хейтишь детей, эти существа. Ну, почему? Давай же оставим маленькому комочку. Жизнь Маши не перепишешь. Да, да. Маленькому комочку смысл в том, что, как бы, окей, тогда, а чем же тогда твоя жизнь интересна? Почему ты не путешествуешь, почему ты не развиваешь отношения со своим супругом, партнером, там, мужем, женой, или, не знаю, не ходишь на танцы, на сальсу, на самбо, да куда угодно. То есть почему такая большая потребность в этом внуке? Ну, скажите. Юля, поделись, пожалуйста, своей историей. Ты сделала ЭКО. Как ты узнала о том, что ты не можешь иметь детей? Я вообще всегда думала, ну, сложилось такое впечатление, да, с историей моей мамы, например, что вот ты вышел замуж, и как бы в следующем месяце ты забеременел. Когда я вышла замуж, и первый месяц у меня пришла менструация, второй месяц у меня пришла менструация, у меня уже начались, ну, такие уже страшный страх вот этой менструации, прихода. Вы хотели иметь ребёнка с мужем, да? Я хотела иметь ребёнка. Я здесь уточню, что я хотела иметь ребёнка. Это был первый брак, это было в 22 года. И я понимаю, что мой первый муж, он не сильно его хотел. Это был такой брак студенческий, вот, то есть мы собирали компашки, вот, и ему не нужен был ребёнок, он был нужен мне. Вот, и, значит, через три месяца, как у нас не получилось с момента брака, вот, я пошла к гинекологу. Ну, к какому гинекологу? В поликлинику, которая по месту жительства, да, и там была женщина лет под 70. Она меня посмотрела и говорит, ну, у тебя всё прекрасно, ты такая классная, у тебя всё, ты здорова. Вообще, говорит, если у вас с мужем не получается, говорит, так съезди, говорит, в Турцию, на море куда-нибудь без мужа. Найди там себе другого мужа и как бы забеременеешь. Надо знать мои ценности установки, то это просто было, ну, невозможно для меня. Не, ну, бежать от такого гинеколога надо. Даже я не рассматривала такого варианта получения ребёнка. Мы пытались, мы старались. Как долго? Ну, мы были женаты 3,5 года, у нас мы никогда не предохранялись, и у нас так и не получилось забеременеть. Даже вообще никакого намёка не было. Ты разобралась, в каком была причина, в чём была причина? Через год неудачных попыток я обратилась в эмбрио. И тогда мне сказали, надо, чтобы муж сдал спермограмму. Ходила всё время я по врачам, проходила все анализы, сдавала УЗИ, не УЗИ, на ИПП, ну, всё, вот этот вот список. Потом мой муж сдал, когда спермограмму, оказалось, что у него очень мало подвижных сперматозоидов. То есть причина была, по большому счёту, в нём. И тут я начала разбираться с этой историей, с этой ситуацией, и оказалось, что в современном мире бесплодие мужское и женское приблизительно 50 на 50. То есть это ошибочно считать, что раз у вас не получается, значит, это женщина виновата. На самом деле нет. Мужу моему тогдашнему прописали лечение. Вот, как сейчас помню, он пил какую-то вытяжку из бобра, какого-то, то ли мочу бобра, ну, в общем, что-то такое смешное. Но это не помогало. Вот, и нам доктор предложила ЭКО. А болезненная процедура, когда подсадка эмбриона? Нет, подсадка не болезненна, ты ничего не чувствуешь. Ну, это в полосматке такой тоненькой трубочкой вот подсаживаются эмбриончики. А изъятие яйцеклеток, да, это очень болезненно, поэтому под общим наркозом это происходит. Наши мамы, мне кажется, вот то поколение, да, когда я вижу женщин 50, 60, 70 лет, мне кажется, в Беларуси особенно, у них смысл жизни в детях, потом у них смысл жизни в внуках, и поэтому вот какие-то такие вопросы. Нет других вариантов, что ли, мне так хочется спросить, что, ну, как-то, я не знаю, я не вижу смысл моей жизни в детях, хотя я их очень обожаю, но я могу легко представить, чем бы я занималась без них. И я без них прекрасно себя чувствую. Я внуков не очень хочу, потому что, ну, я не знаю, я только детей вырастила, уже каких-то внуков хотеть. Каких-то внуков хотеть. Каких-то внуков, я сразу говорю, мне никаких детей, я европейская бабушка, я в путешествии, и всё мне. Ну, я не могу представить, что мне чего-то хочется очень сильно, вот, каких-то детей. Тем более к чужому человеку, но я никогда ни подруге не задам такого вопроса. Так когда захотят, тогда заведут, не захотят, не заведут вообще. Полностью тебя поддерживают. Знаешь, мне ещё кажется, что как-то так сложилось, что как будто дети — это как будто бы показатель счастья. Хотя на самом деле иногда это так вообще и не происходит. И потом очень страшно смотреть на те пары, где дети — это смысл жизни, и хочется бедные эти дети, вот, если честно. Ну, в будущем, да. Детям достаётся. Наверное, это показатель, что это в социуме вот так нормально, и у тебя так тоже должно быть для них. И они вот это требуют. Но другой вопрос, когда пара не может иметь детей. Почему врачи? Вот есть истории, мне тоже писали истории, когда девушка приходит к врачу, врач говорит, ей ставят этот ужасный вот этот диагноз бесплодие. Это как звучит, как кастрация. Они в ужасе, а их ещё и дёргают все. Что, а когда? А когда? А чего там? А как? А может, там в отпуск съездите? Может, там расслабитесь? И врачи вот тоже вот эти вопросы задают. И дают такие советы. У меня тоже, кстати, был такой кейс, когда мне врач-гинеколог, такой, ну, так что вы, когда вы там уже думаете себе? Причём, что это было в Беларуси, не здесь, не в Польше. В Польше вообще такой темы не было. Вы бы уже задумались уже, что что-то время-то идёт. Вот прямо вот эти часики тикают. Я тогда очень чётко говорю, знаете, это моя жизнь, да, собственно, я буду принимать решения, и уж как-то без ваших советов. Тогда на меня эта врачишка очень, простите, врачи, тогда на меня эта врач очень обиделась. Хотя я считаю, что это неэтично, и, возможно, у нас здесь есть среди подписчиков врачи. Вот скажите, да, то есть вы как вообще это видите, когда такой специалист начинает давать советы? Это личная история, где врач может быть только помощником, да, когда ты приходишь и говоришь, вот мы хотели бы, да, то есть что вы бы нам порекомендовали? И тогда вот здесь выступает врач со своей экспертностью, со своим профессионализмом и опытом. Ну уж точно не подпихивает меня каким-нибудь прибором, что типа давай, уже пора. Да, и мне кажется, Маша, даже не зависит от того, может пара иметь детей, не может. Тут, ну, какой-то трагизма нет в этом, да. Не приставайте в любом случае. Вот я, например, от замужества прошло какое-то время, я не собиралась вообще беременеть, заводить детей, и сразу погружаться во все тяжкие, да. Мне хотелось, ну, понаслаждаться семейной жизнью с мужем, побыть вдвоём, вот как-то пока понять, да, без этого вот третьего лица там. И первый год мы никого не заводили, а все же ждут, все сразу на тебя посматривают, там, беременный ты, не беременный, да, и вот какие-то моменты такие. И я видела у людей непонимание, что они ещё не беременны. Если родитель интересуется, когда будут внуки, да, то есть это первый звоночек на то, что посмотри, чем ты сейчас вообще занимаешься. Может быть, есть смысл как раз-таки добавить огонька в свою жизнь? У нас получилось шесть хороших эмбрионов, и мне подсадили два. Это был такой стресс, получится, не получится, ещё столько денег, я так хочу, чтобы получилось. Была очень стрессовая ситуация, я не выдержала. Я пошла в местную, там, поближе, на УЗИ сходила в пятницу, как помню. Отсидела там очередь, ну, мне сказали, что всё получилось. Вот, я так выдохнула, думаю, ну, класс. А в субботу мы сходили на рынок, пришли домой, и я понимаю, что что-то не так. То есть, ну, это такое ощущение, когда из тебя как будто краник открылся, там, и из тебя выливается кровь. Вот, это, опять же, что делать, да? Я звоню своему доктору, она говорит, вызывай скорую. В тот раз мне, как бы, сохранили беременность, и у меня было назначено УЗИ с моим доктором, который делал мне подсадку, ЭКО. Ну, она посмотрела и говорит, ну, эмбрион рассосался. Сказать, что я плакала, ничего не сказать. Ну, это почти, там, 10-12 недель было, рассосался эмбрион, плодное яйцо осталось, значит, нужно ложиться в больницу и чистить, потому что оно само не выйдет. Знаешь, это ощущение, когда ты понимаешь, что ты должен забеременеть. Кому должен? Вот общество, да, вот как бы ты же вышла замуж, значит, ты должна вот уже сразу там буквально забеременеть, да? То есть я даже не могла подумать о том, что я могу не хотеть ребёнка. Вот, и ты как будто ходишь и читаешь вот этот немой вопрос в глазах родителей, окружения своего, что типа, ну, типа, ты опять не беременна? Или когда ты за столом сидишь и говоришь, я не пью, и все сразу думают, а, наверное, она беременна. А правда в том, что я не беременна, и у меня не получается забеременеть. А если, например, вот всё хорошо у пары, ну, не хотят они, кто чаще, кстати, не хочет, как вы думаете, мужчина не хочет или женщина не хочет? Слушай, я изучала этот вопрос, и 50 на 50, может быть, иногда даже бывает такое, что мужчина принимает такую точку зрения, а женщина как бы типа подтягивается. На самом деле, может, она и хочет иметь детей, но раз он не хочет, то, ну, и я так объявлю себя child-free как бы. Вот такое тоже есть. Не знаю, мне сложно на это сказать, потому что у меня была чёткая позиция, вот мой партнёр сейчас, он хочет детей, и мы это обсуждали. И когда мы говорили об этом, что вот сейчас в этот период, да, то есть вот есть момент, когда я сейчас развиваю своё дело, и мне это очень нравится, я этим живу. То есть он принимает тоже мою позицию. Мне кажется, что в любом случае в паре это история про договорённости и про разговор вообще об этом, а не просто типа я думаю, что он, наверное, не хочет, и, возможно, мы там что-то придумаем. Ну, нет, это открытый, честный разговор, когда, в принципе, девушка тоже может оказаться в ситуации выбора, когда мужчина скажет, слушай, я хочу детей. И он появляется только когда мы честно говорим об этом с партнёром, а не просто там, ой, нет, ну у него, наверное, сейчас дела, бизнес и так далее, я даже не буду подкатывать с этим вопросом, потому что что-то надо решать. Ну, естественно, нужно разговаривать друг с другом и открыто, чётко понимать позицию одного, позицию другого, находить здесь компромисс. У нас тоже была ситуация с мужем, когда это у меня второй брак, муж хотел иметь ребёнка совместного, а у меня уже был один ребёнок от первого брака. Мне, может быть, и ОК было бы, ну как бы у меня есть ребёнок, и всё. Но я хотела совместного ребёнка, и, кстати, у нас тоже какое-то время не получалось забеременеть. Люди, которые хотят иметь детей, у них не получается, они какие способы только не пробуют, чтобы получился ребёнок. Я не спорю, я не спорю, что люди, когда есть дикое желание, то ты, наверное, сделаешь всё, что вообще есть в твоих силах, возможно, невозможно. Сколько людей вообще собирают годами деньги на ЭКО? Ну, как бы это вообще тоже, мягко говоря, не детское удовольствие. Это не в магазин сходить, ребёнка, собственно, через ЭКО сделать. То есть это вообще не так. Мне ребята рассказывали, что они, ну как бы странно, вот странно звучит, но выбирали, да, между кредитом на квартиру и ЭКО. И они выбрали ЭКО и живут, пока вот живут сейчас в арендованной квартире, но буду думать, что с этим делать. Ну, слава богу, что получилось. Да, у них получилось с первого раза, но я знаю, что у многих вообще даже не с первого раза это не получается. То есть это тоже такая, знаете, игра. Не получается не с первого раза, и при этом вот эти наши прекрасные родственники или наши там друзья продолжают, даже зная об этом, что у них не получилось, продолжают вот на это больное место давить. Есть случаи такие, когда не получается забеременеть, делают ЭКО, получаются, а потом, получается, просто рождаются дети. И у меня вот, кстати, в моём окружении несколько таких пар. Или усыновляют, да, потом выявляются дети свои. Очень здорово. То есть, наверное, психологически закрывают вопрос вот это. Расслабляются. Расслабляются, всё, не думают. Как про деньги, да. Деньги приходят, когда про них не думаешь. Дождите, наверное, то же самое. Я тебя поддержу. У меня тоже второй ребёнок. Как-то я очень хотела сразу. И второго, да. Но не получался, да. И тогда ты начинаешь реально об этом думать, зацикливаться, психовать. И тебя заклинивает на этом, что как так. И тут вроде и медицинских проблем не было, да. Первый-то есть. Почему второй так? Так, ну вот я помню своё. Да, время такое беспокойное, конечно, было. Ну, после этого начался новый этап. Мама стала советовать мне разных врачей. Бабушка моя двоюродная работала в медицине. Мне ей посоветовали доктора. Я к ней пошла. И она первое, что сделала, она мне проверила проходимость маточных труб. К слову, мои трубы проходимые оказались. И она посмотрела на какие-то анализы в один из приёмов. Она говорит, ты бесплодна. Я помню, что я там должна, знаешь, как это раньше было, в конвертике положить деньги. И я понимаю, что я вообще уже ничего не слышу, не вижу. Шомкалые. Да, мне бы просто выйти оттуда. Такое было ощущение, что ты не кастрированный, а ты пустой. Вот как женщина, ты пустой, ты несостоявшийся. Как будто жизнь твоя закончилась, и больше ничего нету в этой жизни. Брак у вас распался? Да, брак распался. Потом были целования всех икон, ходишь в день по всяким бабкам, не бабкам. Постилась я, и он вместе со мной. В общем, ударились мы в религию. Был даже дед, которого нам священник посоветовал. У него был, типа, как такой прибор, который показывает туда-сюда, туда-сюда. И он, типа, так измерял степень нашего здоровья. Вот, и колол нам какие-то... Боже, девочки, это вообще я как вспомнила. И он нам колол какие-то ампулы. Не знаю, что это было. Надеюсь, что это были витамины просто. Ну вот, может быть, вода. Но шприцы были одноразовые. Кошмар. Вот, то есть, чего только я на себе не испробовала. А потом мы с мужем развелись. С первым. Вот, и появился в моей жизни мой второй муж. Моё солнце. Мой альфа-самец. У нас всё получилось. Ну, и не с первого раза. У нас с первого беременность тоже закончилась неразвивающейся. Вот, то есть, мне тоже чистили. Но потом всё получилось. Но в итоге у вас трое детей. Трое прекрасных девчонок. Да, трое прекрасных девчонок. Хотела немножко вернуться. И вот, знаете, где-то даже обратиться к людям, которые постоянно лезут своими грязными ботинками на чужую территорию. Это не ваша ответственность, когда будут у людей дети. Пожалуйста. И будут ли. И будут ли вообще. Да, вы вообще не можете на это повлиять. Вы можете просто порадоваться. Вы можете как-то поддержать людей, вдохновить людей своими какими-то историями. Но задавать вопросы, когда, что и почему, это вообще не ваше дело. Но мы не то, что такие добрые, да? Я сейчас задумалась. В смысле добрые? Ну, смотри, вот тактичные такие. Вроде сейчас пока сидим тактичные. А я подумала. Хорошо, буду ли я у моих сыновей вот это спрашивать? Ну, например, женятся они. Ну. Не будет детей. И буду ли я как-то вот к ним подплывать с этим вопросом? А что у вас? Что как? Так а ты это у нас спрашиваешь? Да. А вот как, Маш, вот интересно. Слушай, ну я бы хотела, чтобы... Ну, слушайте. 17 лет моему сыну, да? Который уже такой достаточно взрослый парень, у которого уже есть девушка. Я наоборот думаю о том, блин, хоть бы... Хоть бы не завёл. Раньше бы там как-то бабушкой меня не сделали. Но, наверное, когда ему будет 30 там с хвостиком, и у него будет отношение, но не будет детей, я, наверное, буду... Потому что он иногда мне говорит, мне, типа, ну, не надо, дети. Я говорю, Артём, подожди, там, подрастёшь и по-другому заговоришь. Всё равно как, ну... Ну, я не знаю, буду ли я склонять. Ну, наверное, да, для родителей это больная тема. Ну, не то, что склонять, а даже спросить. Но спросить. Спросить, да, а вы собираетесь, может, у вас что-то не получается, то есть, наверное же, всё равно нос свой засунешь. Вот я не знаю, мне так кажется. Вот я не понимаю, вот в чём вот эта природа засунуть свой нос. Вот скажите мне, этот, ну, твой Артём, твои дети, это их жизнь, они не ваша собственность, если что, они имеют право вообще хотеть, не хотеть детей, то есть, ну, как бы, какого хрена ваш нос будет там? Но всё равно мы спросим, чтобы выяснить. Вот для чего ты хочешь закрыть этот гештальт, скажи мне? Ну, какое-то, я не знаю, любопытство всё равно. Вот, ну, вот ради любопытства ты будешь, ну, потенциально может делать больно своему ребёнку. Да, я понимаю. Ну, вот зачем тогда получается, это не любопытство, чтобы сделать больно? Прояснить ситуацию, скажем так. Для чего? Получить ответ на свой вопрос. Как это изменит твою жизнь? Наверное, поучаствовать, если я чем-то могу. Если я хочу помочь, то я могу помочь. Ну, смотри, ну, холодным умом я понимаю, что самое главное для меня, чтобы мой ребёнок был счастливым. Вот это самое основное. Плюс один. И я ему всегда это говорю, что неважно, вот нравится тебе вот делать вот это, и ты в этом счастлив, делай. Вот, ну, я буду рада за тебя. Но в этом отношении, может быть, там, к сорока годам ему когда будет, а я уже буду, там, такая готовая быть бабушкой. Не знаю, может быть, я исправила. Ну, так и зовите себе ещё третьего ребёнка. Собачку. Нет, я к тому, что, вот, знаете, я вас сейчас слушаю, понимаю, что хочу просто большое спасибо своим родителям сказать, что мы с ними однажды поговорили. Не спрашивали. Мы с ними, у них, понятно, были тоже вопросы, да. А кто первый? Кто спрашивал? Вопросы, да. Кто первый? Вот, да. Видишь? Это были вопросы, ну, и серии такие очень аккуратные. Мы очень честно и с мамой, и с папой поговорили, то есть, потому что зачем вот эти какие-то домыслы? Есть ли у меня такие планы? Я им честно сказала, мне нужна ваша поддержка в том, что я сейчас сделаю, да. То есть, когда что-то изменится, вы узнаете об этом первыми. И после этого они не спрашивают? Но видишь, всё равно она спросила. Ну, это было очень давно, ещё до момента, пока мы не установили вот этих историй. А сейчас у меня, получается, парень с детьми, и когда я думаю, если она меня спросит, я скажу, ты же хотела, вот, у меня теперь есть двое. Приезжай, нянь. Да, приезжай. Внуков не хотим, мы хотим деньги. Внуков за деньги хочешь? Согласна. На часик посмотрю, платите, да. Да, да. Ну, мне повезло, от меня ни свекровь, ни мама не ждали никаких внуков, они у меня сами самостоятельные. Вопросов никаких не было. И потом, когда внуки появились, они даже как-то... Заскучали? Не сильно они так, чтобы их прямо у меня забирали охотно, да, и нянчились. Тонкая нить от того, что мы когда-то боимся залететь в какой-то период времени, а потом мы не можем забеременеть. То есть это... А в сорок лет опять начинаешь бояться залететь? Залететь? Серьёзно? Да ладно. Чувство страха, чувство стыда или так далее, оно всё равно очень мощно влияет на человека, на то, как дальше он ведёт, да. То есть какой выбор он делает в своей жизни, да. То есть это важные моменты, правда. И, само собой, родители, опять же, да, то есть что они могут сделать? Вот это принесёшь там где-нибудь, там нагуляешь, да, что там ещё говорили, я не помню. Ну, как бы какие-то такие истории, да. Смысл в том, что давайте заниматься половым воспитанием детей вовремя. Не то, что там сейчас в 14-15 лет. Вообще-то это уже поздно, если что, ребятушки, да. То есть нормально говорить сейчас детям про все вот эти истории, про половое воспитание 8-9 лет. Для меня было удивительно, когда я, по-моему, в каком-то блоге увидела, вот девушка возмущалась о том, что что же они в этой польше тут делают? У них тут есть уроки полового воспитания. А, это я у блогера из Барселоны увидела. Что, типа, возмущение в чате было, что 8 лет рассказывают про половое воспитание. Я думаю, господи, помолились бы на этих преподавателей. Если родители, ну, по каким-то причинам не могут это рассказать, да, то есть, ну, хорошо, что в школе об этом нормально расскажут, а не просто картинки покажут, что вот это, знаете, вот этот детский сад. А я видела этот учебник, я с удовольствием полистала, мне было интересно. И я, конечно... Ты что-то новое узнала? Ну, я вроде, мне казалось, что я мама такая открытая, и мои дети уже все знают. Но когда в третьем классе, например, ребятенок вот учебник открывает, да, и там и физиологические разные, физические отличия и так далее, и взаимоотношения. И я так, ой, не рано ли? То есть мне так, я вчиталась, думаю, интересно, а глазами ребенка? Ну, и это круто, на самом деле. Лучше раньше, чем позже. Ты знаешь, а мне кажется, что это из серии они познали, да, потому что сейчас же дети взрослеют гораздо раньше. Вы просто можете даже наши фотографии посмотреть. Вот я смотрела на себя там в 13 лет. Ну, дитё-дитём, вот правда-то, да. Что-то там, какие-то ещё игры, что-то там там. Там сейчас смотришь на девочек в 13 лет и такой думаешь, блин, что-то на мне косметики что-то маловато. Я тут в 35 уже как бы где-то там на задворках хожу, да. И это о многом говорит, на самом деле. Поэтому здесь, на мой взгляд, ответственность родителей, в том числе где-то с помощью преподавателя, с помощью специалиста-гинеколога, там и так далее. Различные вообще есть истории или даже психологи, ну, это не психолог, это скорее сексологи, да, с которыми можно пообщаться на эту тему и, так сказать, продвинуть своих детей к тому, что это ок вообще-то, да. То есть вообще говорить об этом нормально, это не стыдно, это не страшно, себя нужно узнавать. И мне кажется, уже лекция пошла какая-то. Ну, я, если честно скажу, признаюсь то, что я упустила этот момент полового воспитания у своего сына. И когда я к нему дошла, то есть, ну, там, наверное, в 12-13 лет я к нему пришла с этим разговором, он уже всё знал, ему уже было неинтересно, он всё с интернета, как бы. А вот смотри, какая интересная история, да, с интернета, в интернете же как продаётся эта история. Хорошо, что если там какой-то хороший специалист, он рассказывает, как есть на самом деле. Потому что вот у меня были кейсы, когда родители рассказывали, что ребёнок, ну, простите, да, на порнохабе там посмотрел и всё как бы узнал. И он теперь думает, что вот эта идеализированная картинка — это так, как должно быть. Это вещи, ну, мягко говоря, небезопасные. Это надо об этом говорить, и это важно, чтобы шло от родителей, а не чувство стыда, что типа, боже, нельзя так, о, как это мы будем об этом говорить? Не дай бог презерватив найдёт в пакетах. Мне мама книжку купила, серьёзную книжку сексопатолога, да, прям подошла серьёзно. Это прочитала её? Никаких не было с мамой секретов, то есть всё хорошо, но вот такого полноценного разговора, конечно, там, чтобы мама меня посадила, то есть это какое-то сексуальное воспитание, оно было по чуть-чуть всегда, я сейчас понимаю, что оно было, присутствовало, но такого серьёзного разговора за чаем, да, не было. Она хотела углубить, наверное, мои какие-то познания уже там в девятом, в восьмом-девятом классе, и она мне принесла огромную книжку такую, ну, не огромную, но вот именно врача, и мы читали, я училась в женской гимназии, и что мы читали на переменках? Конечно, эту книжку закрывали дверь, и открывали книгу, и читали. Ну вот опять же, вот смотри, Эльвир, закрывали дверь, читали, как будто это что-то незаконное. Ну вот это о чём? Ну, потому что ты не учебник читаешь, да, книжку по сексологии, и, конечно, учитель математики зайдёт. В те времена, сейчас уже свободнее, а раньше, конечно, я как бы, ну, вполне, вполне понимаю, почему так. Думаешь, свободнее, а мне кажется, всё равно нет. Какое свободнее? Я вижу иногда мужчины в транспорте что-то смотрят в телефоне, и там какая-нибудь пикантная фотография, и они так сразу оглядываются, не увидел ли кто-то. Боже, Эльвира, с тобой опасно ездить в транспорте. Я замечаю. Телефоны все смотрю, да, кто там что смотрит. А я тоже люблю ехать и посмотреть, кто что-то смотрит. Ну, угу. Что происходит? Ну как, короче, про сексуальное воспитание понятно, но родители же нас не учили, всё время вот это транслировалось до 20, как минимум, не залетело. Конечно. Чтобы вышла замуж, и потом уже там дети. Мораль, мораль. Да, и мораль всей басни такова, что сначала нельзя, а потом не можешь. Ну, слава богу, если кто-то может. А у кого-то не получается. Ну, видите, в жизни так тоже происходит временами. Мне кажется, что это всё равно такая взрослость внутренняя самого человека и родителей. То есть, что мы пришли к той точке, что ребёнок может выбирать. Мы всё-таки не живём в средневековье, да, где дети делают то, что говорят им родители. То есть, мы уже здесь. Всё. Давайте здесь жить, в этой точке. 2023 год. Алло. Да, и от своих детей надо отстать. Главное, чтобы они были счастливыми. Это точно. А вы напишите нам в комментариях, пожалуйста, как у вас устроена жизнь, как вы воспитываете детей, можете ли вы поделиться, может быть, своими какими-то сокровенными историями на эту тему. Задавали ли вам такие вопросики? Редактор субтитров А.Сёмкин